Мы определили как I, 2, μ, R, T. Элементарную работу мы нашли как P, D, D. Мы определили как P на R, D. Вот это у нас было. И для количества теплоты, которая здесь имеется, мы сказали, что можно его определить через температуру и ввелить в понятие теплоемкости. BQ равно C на β. Вот три элемента нашего рассмотрения. Ну и параметры I, которые здесь входят в выражение для внутренней энергии, мы также раскрыли и показали, что он разный в случае одноатомных, двухатомных и многоатомных молекул. То есть включается поступательная степень свободы, вращательная и колебательная степень свободы. Причем колебательная степень свободы умножаются на логику. Привычки нет. Ну вот теперь давайте раскроем вот это вот соглашение. Среди всех возможных процессов есть процессы, у которых теплоемкость остается постоянной. И, естественно, есть огромное количество процессов, в которых теплоемкость не является постоянной. То есть переменная величина. Итак, давайте выделим класс процессов, в которых теплоемкость постоянна. И назовем такие процессы политропическими процессами. Итак, если теплоемкость постоянна, то процесс называется политропический процесс. Политропический процесс. К политропическим процессам относятся, в частности, и те три или четыре вида процесса, которые вы знаете, которые проходятся, собственно, в начале в школе. Это изотермический, изоборический и изохорический процесс. К политропическому процессу относятся и адиабатический процесс, то есть процесс, у которого дельта курова на нулю. Нет передачи тепла. Вот давайте посмотрим, к какой формуле привезет нас условие, что С равно константе. Для этого распишем вот это, подставив в него все эти законы. С на ДТ равно и вторых ню Р на ДТ плюс В на ДТ. Ну а теперь посмотрим, что будет в нескольких частных случаях. Первый частный случай, который меня сейчас будет интересовать, это изохорический процесс. При изохорическом процессе В равно константе. В этом случае ДВ равно нулю. Дифференциалат объема равен нулю. Тогда этот член исчезает. ДТ совращается. И СВ будет равен И вторых ню Р. Это теплоемкость при постоянном объеме. Почему я выделил сразу изохорический процесс? Потому что мне будет удобно, чтобы не писать И вторых ню Р, сразу писать СВ. Будет короче запись. Собственно я это учту, подставив вот это вот сюда. И получим, что С. Сразу принесу СВ. С минус СВ на ДТ равно П на ДТ. В этом уравнении три параметра. Температура, давление и объем. Давайте получим выражение, связывающее, например, давление и объем. То есть исключим это уравнение температуры. Для этого воспользуемся уравнением состояния идеального газа. Будем посматривать газ. И для идеального газа мы знаем, что ПВ равно ню РТ. Нам нужно найти дифференциал температуры. ДТ равно ВДП плюс ПВДВ. Подставим ДТ. Сюда. Для того, чтобы было немножко удобнее. Вот здесь вот видите, ДТ у нас присутствует. Давайте обе части уравнения умножим на Нью РТ. И тогда в левой части будет Нью РТ. А в правой части Нью РТ на ПДВ. С минус СВ. Вместо Нью РТ напишем ВДП плюс ПВДВ. И это равно Нью РТ. ПНДВ здесь, ПНДВ здесь группируемых. Получится С минус СВ. ВДП равно. Вот это перенесется в левую сторону. Будет Нью РТ плюс СВ. Плюс С. А, ну, минус С. Минус С. Здесь С был с плюсом, он перенесется в левую сторону с минусом. Умножить на П на ДВ. Вот так вот. Разберемся теперь, что такое СВ плюс Нью Р. Может быть помните? СВ плюс Нью РТ. Да. Ну, поскольку отвертого схода нету. Вообще говоря, это уравнение Майера. И СВ плюс Нью РТ это ЦП. Давайте это покажем. Покажем. Рассмотрим процесс при постоянстве давления. Выделим еще один процесс. Я его сделаю. П равно Констант. Для такого процесса мы можем выписать выражение для теплоемкости. Тогда ЦП равно И вторых Нью Р на ДТ я разделил. Плюс ПДВ делить на ДТ. Но поскольку давление постоянно при изборическом процессе, его можно занести под дифференциал. Вот производный. Вспоминаем, что И вторых Нью Р у нас ЦВ. Здесь ЦВ плюс. А здесь будет ДО ДТ от ПВ. Но ПВ у нас равно Нью РТ, равное состояние диагогаза. Подставим его сюда. Получим ЦП равно ЦВ плюс Нью РТ на ДТ. ДТ у нас сокращается. И получаем, что ЦП равно ЦВ плюс Нью РТ. ДТ. Вот это уравнение Майера. Легко вот это вот подставить вот сюда. И тогда в нашем случае получим, что это равно ЦП минус С, умножить на ПДВ. ДТ. Преобразуем теперь это. Разделим переменные. Для этого разделим на объем умножения и разделим на давление. ДТ. Мы видим, что ЦВ минус ЦВ. ДП делить на П. Будет равно ЦП минус Ц. ДВ делить на П. Ну и проинтегрируем. Интеграл ДП делить на П. Правильно? Интеграл ДП делить на П. Это что такое? Это натуральный логалифм П. Тоже самое, как ДВ делить на П. Натуральный логалифм П. Получим Ц минус ЦВ. Когда мы будем интегрировать, у нас появится предел интегрирования. При интегрировании мы берем какое-то начальное значение и какое-то текущее значение. Давайте поставим вот здесь вот интегралы. От В0 какого-то текущего до В. А здесь от П0 до П. Ну и будем иметь логарифм П делить на П с ноликом. Потому что разность логарифмов это логарифм частного. А здесь будет ЦП минус Ц. Логарифм В в основе. ЦП минус ЦВ можно заместить внутрь логарифма. ЦП минус Ц тоже внутри логарифма. Она появится как степень. Тогда логарифм П к П0 в степени Ц минус ЦВ равен логарифм В к В0 в степени ЦП минус Ц. Логарифм является монотонной функцией. Поэтому равенство логарифма будет означать равенство выражений под логарифмом. И тогда П с ноликом в степени Ц минус ЦВ равно В с ноликом в степени ЦП минус Ц. Теперь можем перегруппировать. В перекинуть влево в знаменатель. Вот с этой степенью. А по основе перекинуть вправо. Можно еще одно сделать. Можно вот здесь поменять местами Ц и ЦП. Это будет минус первая степень вылезет. Когда минус первая, вот это вот перевернется. И тогда В окажется в знаменателье. Мы когда перекинем его, оно окажется здесь в числителе. То же самое с П с ноликом. П с ноликом сразу появится сюда в числитель. И получим, что П на В П в степени Ц минус ЦВ помножить на В в степени Ц минус ЦП равно П0 в степени Ц минус ЦВ. Нам осталось сделать совсем немножко. Осталось извлечь корень в степени Ц минус ЦП. Ну то есть возвести в степень единицы делить на Ц минус ЦВ. Ну или же наоборот. Или же извлечь корень в степени Ц минус ЦВ. Что эквивалентно возведению в степень единицы делить на Ц минус ЦВ. То есть избавиться либо здесь, либо здесь от степени. Ну традиционно избавляются от степени при П. Возвольте в степени единицы делить на Ц минус ЦВ. И тогда получается, что П умножить на В в степени Ц минус ЦВ делить на Ц минус ЦВ. Вот такая вот степень. Равно П0 в степени Ц минус ЦВ делить на Ц минус ЦВ. Обозначим вот эту величину буковкой Н маленькая. Назовем ее Н. И будет это называться показатель политропа. Н это показатель политропа. И тогда это величина постоянная для данного вещества, для данного газа. И мы имеем П на В в степени Н равно константе. Вот это уравнение политропического процесса при записи координатах ПВ. Можно его преобразовать и переписать, но уже не в ПВ координатах, а, скажем, ПТ или ВТ. Для этого воспользуемся, опять же, уравнением состояния идеального газа. ПВ равно НРТ. Ну и, скажем, выразим из этого уравнения П. Тогда П будет равно НРТ делить на В. НР это константа некоторая. Значит, вместо П записываем Т делить на В. Когда она подставится вот сюда, будет В в знаменателе, значит, будет в степени Н-1. И здесь будет Т. Поэтому получим Т умножить на В в степени Н-1, равную константе. Это уравнение политропического процесса в координатах ТВ. Ну и можем получить третье соотношение, аналогичное. Для этого избавимся уже не от давления, а от объема. Если здесь объем, то объем из уравнения НРТ будет равен НРТ делить на П. И заменяя объем в этом соотношении, получим следующее. Вместо объема пишем НРТ делить на П в степени Н равно константе. Получится П в степени 1-Н, тогда будет П в степени 1-Н умножить на Т в степени Н равно константе. Либо вот так вот такое соотношение. Либо его можно переписать, ну, например, разделив степень на Н. Ну, то есть, возведя в степени 1-Н по две части. Тогда будет П в степени 1-Н делить на Н на Т равно константе. Можно, конечно, еще преобразование сделать в обратную сторону. Можно написать П умножить на Т с этими Н делить на единицу минус Н равно константе. На самом деле, это все инквивалентное преобразование, не меняющее содержание этого выражения. Есть ли вопросы по политропическому процессу? Нет? Ну, тогда давайте чуть-чуть про политропический процесс. Еще выделим у нас в этих процессах политропических классические, обычные процессы, с которыми мы хорошо еще знакомы со школой. Со школой это изоборический, изоборический, изотермический и адиоботический процесс. Теперь я вырву цепляю. Продолжение следует... ... ... ... ... ... Продолжение следует... Итак, начнем с изохранического процесса, у которого V равно константе. Если V константа, то в выражении для показателя политропы N у нас C будет равно Cv. В этом случае будет в числителе Cv минус Cv, а в знаменатель будет Cv минус Cv, то есть в знаменатель будет 0. Отсюда видим, что N должно стремиться к бесконечности. Показатель политропы здесь отращается к бесконечности. Ну и легко понять, почему это так. Если мы возьмем соотношение Pv в степени N и извлечем степень 1 на N в изображении, извлечем корень N на степени. Здесь получится V умножить на P в степени 1 на N. N у нас стремится к бесконечности. Значит, P будет в степени 1 делить на бесконечность. Ну и любое число, возведенное в степени 1 на бесконечность, то есть фактически в нулевую степень, дает нам 1. Получится 1 умножить на V равно константе. То есть V равно константе. Так и есть. Второй процесс, изоборический процесс. P равно константе. При P равно константе теплонюкость у нас равна Cp. Числитель 0 в знаменателе не 0. И значит Nv равно 0. Опять же легко понять. P умножить на V в нулевой. V в нулевой вязнице. Значит P равно константе. Посмотрим на изотермический процесс. В изотермическом процессе все интереснее. T равно константе. В изотермическом процессе не очевидно, чему равно теплоемкость. Но мы можем попробовать сконструировать выражение, зная формулу изотермического процесса. Если мы возьмем уравнение Менделеева-Клабирона. Зная формул соответствует случае, когда правая часть постоянна. T не меняется. Значит Nv тоже не меняется. Значит V умножить на V. Есть величина постоянная. В каком случае N может обратиться к единице? Здесь у нас Cp и Cp различны. Поэтому для того, чтобы N обратился к единицу, нам необходимо устремить C к бесконечности. То есть теплоемкость должна стремиться к бесконечности. Здесь у нас C равно Cp и Ct. Cp равно I вторых ню r плюс ню r, как мы с вами получали. Ещё один процесс тоже представляет интерес. Это адиопатический процесс. В котором количество теплоты не меняется. Ку равна константе. Ну или Дельта ку равна нулю. Если Ку равна константе Дельта ку равна нулю, то при изменении температуры С должно обращаться в ноль. С здесь равно нулю. С адиопатического процесса равно нулю. И тогда, подставляя сюда, получаем показатель полиэлитропы. 0 минус Cp равна. Дельта 0 минус Cp. То есть показатель полиэлитропы будет равен отношению Cp к Cp. Cp к Cp. И его ещё обозначают буковкой гамма. Называют показатель адиопат. Вот наши четыре знакомых частных случая полиэлитропического процесса. Но в общем случае полиэлитропический процесс представляет собой целое семейство зависимостей. Ну и это семейство зависимостей на графике ПВ имеет следующий вид. Если мы преобразуем вот это, то П будет равно какая-то константа делить на V в степени N. Ну и константа умножить на V в степени минуса. То есть это всевозможные степенные зависимости. В зависимости от показателя полиэлитропы. Степенные зависимости могут быть. Мы представляем семейство вот таких вот кривых, восходящих. Ну типа параболы в разной степени. Если N у нас меньшая единица и дробная, то кривые могут быть вот такими. Между ними есть естественная некоторая зависимость. Прямая пропорциональность. Когда V пропорциональна V. Ну и к этому же семейству кривых относятся в случае, когда V в минус какой-то степени. То есть семейство гипербол. Вот такое вот семейство гипербол, которые с разной скоростью спадают. Ну и если N вырожден, то есть N равно 0 или N стремится к бесконечности, то такие гиперболы преобразуются в процесс либо изоборический, либо процесс изохорический. Вот это вот V равно константе. Вот это V равно константе. Кстати, интересным случаем является вариант, когда теплоемкость является отрицательной величиной. Теплоемкость может быть не только положительной, но и отрицательной. Давайте посмотрим на выражение теплоемкости через показатель по литру. Селик hilich. Пор trailer. Селик. 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 Комиточку. Поражем. Церковая минус n Церковая. Интернация равна церковая минус n Церковая. Делать на единицу минус n. В зависимости от выбора величины n мы можем получить и отрицательную величину тоже. Отрицательная величина получается в том случае, если у нас либо знаменатель отрицательный, либо наоборот знаменатель положительный, а очислитель отрицательный. В принципе, такая задачка может быть решена и есть области, где С у нас меньше 0. То есть при С меньше 0 у нас процесс идёт таким образом, что теплота не передаётся телу, а наоборот забирается из этого тела. Вот всевозможные изопроцессы и обобщенные изопроцессы – это политропический процесс. Кстати, здесь мы по умолчанию пользовались одним существенным моментом в определении политропического процесса. Всюду, во всех этих рассмотрениях мы предполагали и считали, что количество вещества ν есть величина постоянная. Ну и когда говорят об изопроцессе в каком-то изопроцессе, всегда полагают, что количество вещества величина постоянная, и постоянно ещё что-нибудь. Либо объём, давление, температура, количество теплоты, либо теплоёмкости. И в этом случае мы имеем изопроцесс. Если же количество вещества с этим процессом меняется, то даже если постоянно любая из этих величин, всё равно изопроцессом это уже не будет. Ну, как видите, вот здесь вот эти процессы политропические представляют собой достаточно обширный класс процессов. То есть здесь понятно, что это не все процессы, но довольно много, довольно разнообразных. и из них можно строить какие-то зависимости и какие-то переходы, ну скажем, когда система переходит из одного состояния в другое по нескольким различным политропическим процессам. Опять же повторюсь, что далеко не все процессы являются процессами политропическими. И есть ещё огромное множество процессов, в которых теплоёмкость величина переменная. И сама зависит от температуры, например. То есть здесь не констант. В этом случае анализ физического процесса является немного более сложным. Но, тем не менее, так же возможно. А что у нас так много, ребята? Теплоёмкость Теперь, поскольку мы нашли теплоёмкости всевозможные, теплоёмкость это величина, которая легко поддаётся измерения. Как измерить теплоёмкость? Определить, какое изменилось количество тепла в системе и разделить его на изменение температуры. То есть сколько передали системы энергии, например, взяли какой-нибудь нагреватель, нагрели какое-нибудь рабочее вещество, газ или твёрное тело, неважно какое. При этом поменялась температура и замерили, как изменилась эта температура. То есть вот такой вот алгоритм определения теплоёмкости. Ну вот здесь вот видите теплоёмкость СВРА, которая очень удобным образом зависит от величины И, то есть от того параметра, который мы ввели, когда описывали всевозможные степени свободы. То есть для разных молекул с разным количеством атомов мы имеем различные И. Можно поставить опыт по определению теплоёмкости, ну, например, с идеальным газом. Или практически идеальным газом. Ну вот такие вот естественные были поставки. И давайте посмотрим, к чему эти опыты привыкли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, и... Равно два целая делиться на ню r. Ну, мы помним, что мы рассматривали какое-то вещество, если газ, скажем, был одноатмин этого, и равно просто треон, двухатмин, и равно пяти, с учетом вращательных степеней свободы, с учетом колебательных степеней свободы и становилось равным семи, добавляется еще связь, и на колебательные степени свободы приходится два КТ пополам энергии. То есть и у нас зависит от того, на какие степени свободы у нас включаются. Ну вот, замерили, смотрели, как зависит е температура. Получили такую зависимость. И равно два целая делиться на ню r. Вот температура. При очень низких температурах у нас было что-то вот такое. Совсем низким. Дальше. И оказывалось равным трем. Потом. Да. Сейчас то, что я сейчас буду рисовать, будет справедливо для двухатомной молекулы для кислорода. То есть я буду рисовать экспериментальный график для О2А. Кислород. Итак, при очень низких температурах у нас было равным 3. Температура повышали и поднималась до 5. и так было в достаточно большом диапазоне температур, в том числе и при комнатной. Дальше температуру начинали повышать дальше, и начинала расти, добиралась до синих, а потом при дальнейшем повышении температуры и становилась равным 6. То есть получается, что у нас при разных температурах разное число степеней свободы задействовано в тепловых процессах. Давайте разберемся, чем это вызвано, чем это объясняется. При очень низких температурах, низких и ниже температуры некоторых Т1, у нас молекулы движутся только поступательно. Задействованы только поступательные степени свободы. При температуре выше, чем какая-то температура Т2, у нас кроме поступательных степеней свободы, которые были при низких температурах, Кроме вращательных степени свободы при обычных температурах, начинают включаться колебательные степени свободы. То есть вот здесь поступательные число, здесь поступательные плюс вращательные, вот здесь все поступательные плюс вращательные плюс колебательные. А если еще повысить температуру, то молекулы разваливаются на атомы. Был О2, а стал просто О. Но поскольку количество вещества стало в два раза больше, ну потому что количество, вот так у нас было количество молекул, а стало количество атомов. То есть фактически Ню удвоенность, то вот если это Ню начальное, то стало 2 целое делить на Ню начальное Р, но реальное у нее стало выше. И поэтому теплоемкость реальная стала, вот здесь вместо нее стала двойка, два Ню начальное, теплоемкость стало выше, значит как бы и возросло. И теперь у нас есть одноатомные молекулы, ну то есть О просто. у них должно быть 3, но у них вдвое больше, значит получается 6. То есть вот здесь вот диссоциация. Т3, куда-то диссоциация. Нужно понять какой механизм таких вот переходов. что угодно, почему при очень низких температурах не включаются колебательные и вращательные. есть только поступательные, причем при более высоких включаются еще и колебательные, причем в середине есть поступательные, обращательные, колебательные независимые. Вот давайте попробуем это понять. Для этого нам потребуется некоторое минимальное представление из квантовой механики, потому что это уже квантовая теория теплоемкости. Обсудим вот эту зону, для этой зоны я вам покажу. Ну, в квантовой механике утверждается, что если у нас имеет место какое-то вращение, то существует минимальная порция энергии, связанная с вращательным движением. Вот вспомните атом водорода Побору. Атомы водорода Побору, простейшее представление, на самом деле оно неправильное, но очень приближенное одно с какой-то точки зрения описывающее эксперимент. Имеется ядро, достаточно тяжелое, вокруг этого ядра движется электрон. Ну и поскольку электрон движется вокруг ядра, ну вот в этой планетарной модели, такой квазиклассической модели, нужно понять, почему, когда он движется вокруг ядра, он уже держится с ускорением. А поскольку он движется с ускорением, он, по идее, должен излучать электромагнитные волны. Потому что любое заряженное тело, движущее с ускорением, должно излучать. То есть, по идее, атом, вращающийся вокруг ядра, должен, постепенно излучая энергию, падать на ядро. Электрон должен свалиться на ядро. Но, тем не менее, атомы остаются устойчивыми. Вот Бор, ну и, собственно, для системы Резерфорд, предположили следующее, что электрон наряду с свойствами частицы обсуждает еще и волновые свойства. Волновые свойства электрона, то есть электроны можно сопоставить длину волны некоторой. И электрон, когда движется по такой вот окружности, по орбите, он представляет собой не только частичку, которая вот так вращается, но еще и волну, которая как-то распределена по вот этой вот окружности. А сколько у нас окружность фиксирована, то вот у нас ядро, вот у нас электрон двигающиеся, вот такой вот орбите, вот этой открытой, то для каждого направления мы должны иметь некоторое фиксированное значение волновой функции. Но поскольку мы описываем полный круг, волновая функция вот в этом направлении должна быть однозначной. Это говорит о том, что на длине окружности должно укладываться целое число длин волновой. То есть 2p, длина окружности, должно быть равно какой-то длина волновой Дебруэля, лямбди Дебруэля, длина волновой, на которую Дебруэль сопоставил электронов, это 2pH с чертой делить на импульс этого электрона. То есть маленькая здесь импульс. 2pH с чертой делить на п. Тогда имеем 2p равно k целого числа, умножить на 2p с черточкой делить на импульс. 2p у нас сокращается. И тогда r умножить на p будет равно какой-то k на h с чертой. r это радиус, p это импульс. Произведение радиуса на импульс вносит к названию момента импульса, обозначается буквой R. Итак, момент импульса у электрона при вращении у орбита есть величина квантованная, и меняется порциями, и минимальная порция та с чертой. Здесь электрон вращается по орбите вокруг ядра. Электрон вращающийся по орбите, ну а чем он особенный, и чем он отличается от любого объекта, который вращается вокруг любого другого объекта? Наверное, если мы соотнесли какие-то волновые свойства с электроном, с частицей, то у других частиц тоже есть эти же самые волновые свойства. И вот этот закон, что момент импульса равен k на h чертой, обобщается на все другие вращающиеся системы. Вот простейшее, примитивнейшее изложение орбитального движения в квантовой механике. Давайте применим эту идею, что в момент импульсе есть величина квантованная, применим ее к двухатомной молекулы. Рассмотрим. Молекулы кислорода, вот она. Вот это О, это О. Вот у нас два атома. Масса молекул нам известна, масса атомов нам известна, масса молекул тоже известна. Будем считать, что у нас происходит движение. И тогда масса умножить на скорость умножить на расстояние от этой оси. Ну, здесь будет r пополам, здесь будет тоже r пополам. Ну, правда, и масса у них. Здесь масса молекул пополам, и здесь тоже масса молекул пополам. Это будет переналяться. Мы получим просто mv на расстоянии между 0. И эта величина должна быть равно k на h чертой. k на h чертой. Отсюда скорость может быть найдена как k h чертой делить на массу и на расстояние между атомами внутри этой мв. И есть некая минимальная скорость, меньше которой вращения не возникает. v минимальная. это мв квадрат пополам. Оно будет равно h чертой, при карманной единице, делиться на mr. r. Можем оценить, зная минимальную скорость средней значения кинетической энергии. тогда e кинетической минимальной это mv квадрат пополам. подставляем минимальную скорость. Получим mh квадрат на 2 mv квадрат r квадрат. Ну и одна масса сокращилась. Вспоминаем, что кинетическая энергия движения молекул здесь вращательная. Здесь я рассматривал вращательную составляющую скорость. Вспоминаем, что это равно kt пополам. то есть e равно kt. То есть на каждую степень свободы приходится kt пополам. и отцениваю t минимальную. То есть та температура, при которой запускаются вращательные степени свободы, ну вот в котором у нас t1, оно будет равно 2 h с чертой вполне будет распоряжаться. а с чертой делится на k, l и на r квадрат. Здесь k, вот в этой формуле, k это постоянная Гольцмена. В отличие от вот этого k, вот здесь вот просто целое число. И так мы можем, взяв постоянную планку, массу атома кислорода, расстояние между атомом и кислородом в молекуле O2. Ну и взяв постоянную Гольцмена, вычислить. Начиная с какой минимальной температуры, начинается вращение молекул. Но эта минимальная температура составляет t1 порядка десяти кельвинов. Ну там, я не помню сейчас конкретное число, но где-то между семью кельвинами и двадцатью, там, тридцатью кельвинами. То есть температура очень низкая. Можно аналогичным образом рассмотреть колебательные степени свободы. Тоже потребуется квантовая теория колебаний. Согласно квантовой теории колебаний, колебаний или гармонический осциллятор имеет некоторые определенные уровни энергии, которые также квантуются. То есть также меняются порциями. Можно рассмотреть энергию при колебательной степени свободы и посмотреть, как она связана с температурой. Я это делать не буду, в общем-то это достаточно громоздкий процесс. Но вот можно получить и вот эту вторую температуру t2. Здесь даже не столько получается температура, сколько получается вот такая плавно меняющаяся зависимость. Если здесь она резкая, то ниже температуры ничего нет. Нет вращения. То здесь эта зависимость менее скачкообразна, а более вот так вот размазан. Ну а начиная с какой-то температуры просто молекулы разрушаются, возникает диссоциация. Вот в этой зоне тоже есть некоторые размазывания, потому что молекулы имеют не одинаковые скорости, а немножко разные. То есть какие-то молекулы движутся быстрее, а какие-то молекулы движутся медленнее. При одной и той же температуре. Нет такого, чтобы все молекулы двигались с одной и той же скоростью, входящей в генетическую энергию. То есть они все различны. Так вот те молекулы, которые движутся быстрее и сталкиваются с большей энергией, они разрываются на части. Те, которые движутся медленнее, они не успевают разорваться на части. Поэтому вот этот переход, он тоже не жесткий. Ну и собственно вот этот переход тоже не жесткий. Здесь плавное перетекание. Здесь тоже возникает некоторое сглаживание. Опять же, некоторые молекулы чуть быстрее, и некоторые молекулы чуть быстрее. Вот так вот объясняется вот эта зависимость. Ну вот мы сейчас рассмотрели зависимость для газа. Для теплоемкости газа. Какую теплоемкость нужно брать в реальных задачах? Первое, что вы должны выяснить, к какому диапазону температуры относятся условия, соответствующие вашему конкретному газу. К комнатному диапазону температуры, скорее всего, можно пользоваться в этой зоне. То есть можно считать, что у вас есть наступательные и вращательные степени свободы. Если температуры тысячи кельвинов, несколько тысяч кельвинов, то нужно посмотреть, куда вы попадаете. Есть у вас колебательные степени свободы или уже молекула разбаляется на атомах. То есть либо вот здесь 7, либо 6. Для этого вообще опыты были поставлены и есть аккуратная теория теплоемкости. Можно посмотреть это дело в справочнике. И в справочниках для разных диапазонах температур описаны, какие теплоемкости у тех или иных газов имеются. Давайте теперь попробуем разобраться с твердыми телами. Посмотрим, какие теплоемкости у твердых тел. В твердых телах у нас молекулы жестко привязаны к кристаллической решетке. Поскольку они привязаны к кристаллической решетке, они не могут так свободно двигаться, как в газе. И в твердом теле существенно взаимодействие между молекулами. Но если не происходит фазового перехода, то изменение внутренней энергии не дает вклад составляющей, связанной с фазовым переходом. А дает вклад только те доли, которые входят в число степеней свободы, вот в этот параметр И. Молекулы не могут двигаться поступательно, потому что они привязаны к кристаллической решетке. Значит, поступательных степеней свободы там нет. Молекулы не могут поворачиваться как единое целое, потому что они завязаны в кристаллическую решетку. Но вы имеете, скажем, натрий-хлор. Каждый натрий, каждый хлор жестко сидят в узлах кристаллической решетки. То есть вращательной степени свободы тоже нет. Остается только колебательные степени свободы в твердом теле. Колебательные степени свободы у нас... Понятно, что у нас сколько на колебательную степень свободы приходится? Это как-то пополам умножить на 2, потому что там есть генетическая энергия и потенциальная энергия. То есть 2 кт пополам. Значит, в твердом теле мы имеем... Да, в твердом теле, поскольку тело твердое, но его объем практически не меняется. Можно считать, что это целое. При небольшом изменении температуры у нас мало меняются размеры. Поэтому можно написать, что cv будет равно i вторых new r, а i будет равно шестим. Почему шестим? И вот имеем... какой-то молекул... какой-то атом в кристаллической решеточке. Вот этот вот атом может двигаться, соответственно, вверх-вниз по одному направлению. Второе направление сюда. И третье направление сюда. То есть у него три независимых перемена, которые могут описывать его положение. В каждом из направлений для него доступно два кт пополам энергии. Ну и значит получается три умножить на два будет шесть. Подставляем сюда. Поэтому для твердого тела cv равно три ню r. Вот это вот закон носит название закона Дюлонга и Птих. Ну, опять, поскольку здесь колебательные степени свободы, для колебательных степеней свободы характерно то, что у них есть некоторая зона включения. То есть они не сразу начинают колебаться, а начинают с какой-то энергии. И не все молекулы одновременно начинают колебаться, а тоже начинают с какой-то энергии. Ну, то есть когда какая-то молекула достигла какой-то энергии, она начинает уже двигаться. И в более низкой температуре она зажата. Поэтому вот этот закон Дилонга-Ти является, хоть и хорошо описывающим экспериментом, но тоже приближенным. И можно найти, опять же, в справочнике, либо более аккуратный, более точный закон с учетом квантовых эффектов, потому что это чисто классическое рассмотрение, то, что мы сейчас сделали. Шесть степеней свободы и все. Можно использовать квантовое описание, квантомеханическое, более аккуратное. И в справочниках есть формула для теплоемкости твердых тел, более сложная, в зависимости уже от температуры тоже учет. Либо экспериментальные законы, которые описаны и, собственно, просто описывают эксперименты и произведены замеры. Экспериментальные законы бывают либо в виде таблицы, которые можете посмотреть в интернете какой-то, либо экспериментальный закон может быть обобщен в виде формулы. Тоже достаточно часто используются уточненные формулы для теплоемкости твердых тел. Ну и остается самый сложный объект, это жидкость. В жидкости у нас есть как колебательные степени свободы, когда молекулы жидкости колеблются около своего положения, не перескакивают из одного положения в другое. Либо, ба-бах, она пересделала и перескачила. Там есть еще и какие-то поступательные, там есть еще и, возможно, вращательные молекулы могут поворачиваться. Ну, скажем, вода H2O, она треугольная, она может повернуться. Вот в жидкости достаточно сложно описывать, ну, чисто теоретически, формулу теплоемкости получить. Это, правда, не мешает физикам таки получать формулу для теплоемкости и для жидкости, но они теоретически требуют гораздо более сложных моделей и хуже описывают эксперименты. Но вместо этого есть очень простой способ просто взять экспериментально замерить теплоемкость жидкости, это все сделано естественным образом и сделано очень подробно. И, в частности, таблицы теплоемкости для воды вы можете найти. Ну, или для каких-то других жидкостей. Метана, биатр в жидких состояниях тоже можно найти. У воды теплоемкость здорово зависит от температуры. Очень здорово зависит от температуры. Она разная при областях близких к нулю градусов Цельсия и близких к нулю 100. Достаточно серьезно различается. Хотя, ну, если брать школьный курс, там считается, что теплоемкость воды 4200, джоли делить на килограмм градус Цельсия. Ну, нет такая фиксированная вечна. На самом деле, есть изменения какое-то. Вот это вот теория теплоемкости. Есть ли вопрос к тому, что я рассказал сейчас? Вроде бы все ясно. Хорошо. Раз все ясно, давайте теперь рассмотрим, что можно сделать с различными процессами. Опять же, простейший используемый процесс, используемый в технике процесс, это процесс циклический. Любой двигатель, любая тепловая машина основана на циклическом процессе. То есть, в таком процессе, в котором рабочее вещество возвращается в исходное состояние. Итак, циклический процесс. Все ясно-клалка закупала три дня. Ну, предположим, у нас есть какой-то цикл тоже. Ну и в этом цикле мы начинаем с какого-то места и заканчиваем в каком-то том же самом месте. Тот процесс, который я сейчас нарисовал, очевидно, не является политропическим. Это какой-то неясный процесс, достаточно сложный. Но для него можно достаточно просто ввести какие-то характерные параметры. Значит, первая характеристика такого цикла – это работа. Если у нас процесс идёт из какой-то точки А в точку В или из точки В в точку В, то работа может быть вычислена как интеграл от В до В. В случае цикла работа вычисляется по замкнутому контуру. Поэтому для цикла работа будет равна интегралу по замкнутому контуру от В до В. Ну и очевидно, что работа будет зависеть от вида процесса, от того, по какой траектории мы прошли. Интеграл по замкнутому контуру есть нечто иное, как площадь внутри этого замкнутого контура. То есть работа будет площадью внутри цикла в координатах 0. Запишем первый начало травмодинатики. ΔQ равно ΔU плюс ΔA. И давайте проинтегрируем вот это выражение по замкнутому контуру. Тогда интеграл по замкнутому контуру в каждой вещи у нас здесь появится. Это у нас работа. А вот что такое интеграл ДУ? У это параметры состояния. Поскольку это параметры состояния, то У зависит только от значения температуры в данной точке. У у нас был И вторых не уверт Т. Но если мы прошли по замкнутому контуру и вернулись в исходную точку, то температура осталась прежней. И значит изменение внутренней энергии не произошло. Интеграл по замкнутому контуру от деференциала есть 0. Поэтому при замкнутом цикле количество теплоты оказывается просто равно работе. Изменение количества теплоты равно работе. Это цикл для цикла. Происходит изменение количества теплоты. Если у нас в цикле часть, если суммарно количество теплоты какое-то наше известное, то в цикле обычно происходит так. Какое-то время рабочее тело получает теплоту. Например, сгорает топливо. Или его подогревает какой-то нагреватель. А потом какое-то время рабочее тело совершает работу и отдает избытки тепла. То есть два процесса. Получение тепла и отдача тепла. Поэтому в цикле у нас есть полная дельта Ку равна дельта Ку плюс положительной части. Ну и минус дельта Ку минус. Давайте его помадаем. То есть количество теплоты получено минус количество отдыха. У1 минус куба. Эффективность цикла характеризуется понятием КПД. КОТОРОЕ ОТНОШЕННЫЕ РАБОТЫ, СОВЕРШЕННЫЕ ДАННЫМ ТЕЛОМ, КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОМУ ДАННЫМ ТЕЛОМ. И это у нас коэффициент полезного действия тепловой машины. Чтобы у нас получилась тепловая машина. То есть чтобы процесс шел таким образом. Вот у нас рабочее тело. К нему подводится количество тепловой. Дальше из него выходит наружу работа. А часть тепла минус при этом поддается и уходит в окружающую среду. Вот эта вот схема тепловой машины. Для этого необходимо, чтобы работа была бы величиной положительной. А больше 0. В координатах ПВ работа больше 0. Это площадь внутри этого вратка. Но в том случае, если интеграл по заданному контуру берется в определенном направлении. То есть в координатах ПВ у нас цикл должен идти по числовой стрелке. Это вот тепловая машина. Тепловая машина. Ну теперь заметим вот что. Поскольку работа равна ΔQ в цикле. А ΔQ это Q1 минус Q2. Положительная минус отрицательная. Полученная минус отданная. Мы можем подставить сюда ΔQ+. И написать, что КПД равен ΔQ. Давайте. Q1 минус Q2. Поэтому, если вы имеете какой-то цикл, то в нем для определения капецента полезного действия достаточно найти количество теплоты полученное, положительное, и количество теплоты отданное, отрицательное. Вычитать одно из другого делите на положительное, получается как всем полезного действия. Существует другой цикл, который используется уже не в тепловых машинах, а в холодильных установках. В чем отличие? Схема холодильника. Схема холодильника. В холодильнике у нас имеется также рабочее тело, но мы используем работу, то есть заканчиваем туда работу, совершаем работу над этим телом. и за счет совершенной работы мы у рабочего тела отнимаем... Схема холодильника такая. мы забираем... какой-то... так сейчас... как бы... да... там из-за тряпочки... нет... нет... и дельта-ку минус отдаем. Но при этом, поскольку работа совершается, мы отдаем больше, чем забираем. и это приводит к тому, что температура этой штуки, этой системы уменьшается. если здесь температура увеличивается, мы приподвели тепло, нагрели эту штуку, совершили работу, и часть тепла ушла. то здесь все иначе. здесь мы совершили работу, отняли часть теплоты, лишнее тепло ушло. а вот отнятое тепло, оно как раз является полезным. то есть мы забираем... то есть то, что у нас отрицательно. ну то есть как бы... описать... чтобы описать, введем холодильный коэффициент, холодильный коэффициент, который определим как дельта-ку минус, то есть количество теплоты, которое мы забрали, то есть которое отрицательное. то есть у нас полезным является вот это вот. вот здесь. а вы стоите, куда вас не звали? и этот дельта-ку минус, который является полезным, мы относим к величине работы, которую совершаем для того, чтобы отнять эту тепло. видите? но легко заметить, что... легко заметить, что эти величины, кпд и холодильный коэффициент не являются обратной величиной. здесь дельта-ку минус, а здесь дельта-ку плюс. можно кстати вывести связь между холодильным коэффициентом и кпд. это классический вопрос лабораторной работы. по физике. возможно, что кому-то даже задавали. давайте это сделаем. или давайте так. вам задача будет вывести связь между холодильным коэффициентом и кпд. получить соотношение между епсалом и кпд. есть ли вопросы на данный момент? нет. тогда на этом на сегодня мы заканчиваем лекцию. и дальше.